Завершающим аккордом театральной недели стал спектакль израильского театра танца Мири Лазар Полароид. Семь молодых людей в закрытом пространстве демонстрировали наиболее яркие эпизоды своей жизни. Их воспоминания проходили перед глазами зрителей в виде слайдов Полароид. Каждый актер постоянно перевоплощался, играя несколько релей. Ребенок, отец, модель. Калейдоскоп образов превратился в яркую и запоминающуюся постановку. После стильного выступления творческой труппы из Израиля Александр Козак, генеральный директор Брестского драматического театра драмы, объявил результаты театрального марафона «Белая вежа». Критики распределили награды следующим образом. Лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль» был признан Константин Мишин, исполнитель роли Мцири, поверженного в московском спектакле «Мцири театра школы драматического искусства». Приз за лучшую женскую роль достался Ольге Белинской, исполнительнице роли матери-убийцы в спектакле «Антитела» театра фестиваля «Балтийский дом». По словам критиков, определить победителей было крайне сложно, поскольку палитра постановок была впечатляющей, начиная от классики и заканчивая самыми смелыми экспериментами. Нелегко было выбрать, поскольку из того, что мы посмотрели, уровень спектакля был довольно высокий, обсуждений были, кандидатур много, и выбрать было довольно трудно. Но, вы знаете, хочется отметить, что таких ярких звезд, которые выделялись бы, или мужчина, или женщина, резко выделялись бы на уровне всего, не было. Действительно, это путем голосования, обсуждения нужно было выбирать, обсуждать, и решалось довольно-таки из нескольких вариантов. 8 тысяч зрителей, гостей и жителей города над Бугом посетили 23 спектакля. И если для одних «Белая вежа» стала приятным открытием магического мира сцены, то другие искушенные театралы сходятся во мнении, что, несмотря на совершеннолетний возраст, фестиваль продолжает удивлять и будоражить воображение зрителя. Таковы спектакли гостей из Прибалтики «Леди Макбет», обладателя гран-при «Белая вежа-2013», а также краковская постановка «Портреты польских королей», которая была признана лучшим театральным экспериментом, покорили сердца многих, посетивших коронованные премьеры. В этом году я увидела «Леди Макбет» в исполнении гостей из Прибалтики, молодежный театр. Бесподобная сценография, музыка, костюмы, режиссерские идеи, задумки, все были воплощены настолько необыкновенно и интересно, что эти три часа пролетели как одно мгновение. Большое впечатление оставил спектакль «Краковского театра. Портреты польских королей». Я почувствовал, что такое Польша, я почувствовал, что такое человек в качестве короля и просто человека. Я почувствовал, чем живет сегодняшняя Польша. Я почувствовал все-таки ту тревогу о Польше теперешней, с оглядкой на прошлую Польшу. Там было много сказано, двумя словами это не перескажет, но, по крайней мере, я увидел то, чем живет культурная элита Польши. Ежегодный международный фестиваль «Белая вежа» проводится в Бресте с 1996 года и уже успел стать визитной карточкой культурной Брещины. Традиционно многие площадки города становятся театральными подмостками для постановок, и именно «Белая вежа» дает импульс руководителям города возводить новые и реконструировать старые учреждения культуры. Если говорить о городе, то буквально напротив вы видите театр «Кукол». Он сегодня в лесах, он строится, поэтому мы через год будем методиколепный новый театр. Этот театр мы привели до ума. Мы делаем сегодня большие подвижки в создании гостиничного бизнеса, чтобы те, кто там приезжал, им было комфортно. Вполне вероятно, что уже в следующем году число театральных подмостков для демонстрации талантов в коллективах участников фестиваля увеличится. Сегодня поклонникам Мильпомены с сожалением остается отметить окончание красочной недели неподражаемой игры театральных коллективов. Бывай, Белая вежа-2013! Витаем тебе, Белая вежа-2014! Радову встреч! Виктория Драгобецкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.